Какой-то глагол Смотрите, видите, вот это окончание сигмы это аурист А здесь аугмент мы видим То есть мы должны искать глагол, который начинается с ой Почему он не ищется? Сейчас найдем Видите на экране сейчас? Да, вижу, строить дом Значит, и развел дом Господь Бог Ребро А, да, все, я сначала не поняла, что мы читаем Так, ну значит, сотворил, наверное А Господь Бог из ребра отдам? Нет Ребро Значит, я думаю, что он просто создал ребро, сделал ребро И Элабен Это не Ламбану? Ламбану в ауристе, да Это привел 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 ее к Адаму Привел ее к Адаму А вот это? Да, нужно ее вперед перенести, наверное Эра войну сотворилась Ну, произошла, точнее Ренау Давайте еще раз Давайте еще раз Значит, и Господь Бог Ну, построил, в смысле, создал, наверное Вот эту тенплео вран То есть, серебро И была Ну, привел К Адаму И, секундочку Давайте Ген, это которую в акузативе А, ой, извините Это был Да, тогда точно Который привел к Адаму Секунду, секунду Элабен, Ламбану Это братья, которую взял из Адама Взял из Адама В женщину Сотворил ее к Адаму Вот, секунду Не спешите Смотрите Видимо, смысл такой Что ребро, которое он взял из Адама Апоту Адам Тут так написано странно, да? Он построил Ну, создал его И ее В женщину То есть, надо понять так, что он сделал из ребра женщину А теперь новый кусочек Вот это эгаген Это глагол агу в аористе Вести И привел Аутен это ее Женщина Да Привел ее к Адаму Извините, поняла Да Теперь распутали, да? Да Все нормально, да? То есть, создал ребро Точнее, ну, как бы создал в женщину ребро, которое он взял из Адама То есть, мы скажем, что он женщину сделал из ребра, видимо, да? И отвел ее к Адаму Да Так Давайте, Евгений 23 Евгений Так Кай эйтен Адам Тутонюм остун Эктон остеонму Кай сакс Эктуэстес Саркосму Агаты Калек Да Саркосму Саркосму Агаты Агаты От Саркосмы Они И На Агаты Калек Агаты Д грех Привычный medals ладно так и сказал адам вот ныне но не он сейчас или или это нет это тут у перевод или это не это ныне кость и из костей моих и плоть от плоти из плоти моей дальше посмотрим слово кость я посмотрел пусту 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 смотрите видите остеон словарная форма а почему здесь он откуда он взялось он написано отечески еще стяжательный нет не стяжательность сьезон секунду стяженный стяженный это слитный напоминая об этом говорю смотрите вот там есть такое сочетание с паре и плюсово вот это сочетание в атическом интеллекте сливается в у ну в смысле оу который читать как у совсем не похоже это называется слитное склонение слитное склонение у него есть такая особенность у него ударение всегда на последнем слоге ну то есть на первом от конца слоги как у тостун и туда входит кстати некоторое количество довольно типичных прилагательных обозначающих какие-то вещества или металлы золото там всякое серебро оно все так склоняется а здесь существительное до кость взял от костей моих и плоти от плоти моей но это или сия так уж можно пахнет давайте без сия все-таки гафт это это ариан нет нет не это неправильно сама она нет нет не сама это другое местоимение смотрите как женский рот до ты местопение гутус ну да тут написано этот но это это демонстративное местоимение указательное но но его можно переводить просто она ну может хотите хотите это ну пускай будет от ночи она ну пусть будет она да хорошо она насколько я понимаю будет называться женой да это глагол калео калео видите корень кле две согласных кле да здесь у нас как-то нулевая ступень называется да вообще глагол здесь никакой нету дать я свет сменю сейчас зато здесь есть тхе вот это окончание с этой все вместе это футуром пассивный будет нас будет названа будет называться жена а вот и вот смотрите флорет и есть только первое лицо она будет называться женщина или жена как хотите ну женщина или женой а генея все не поможет женщина жена там по-другому чуть-чуть для 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 жены но смысле для супруги там несколько слов есть но можно и так и так здесь пользую до нужно на женщину просто в наших переводах видишь жена вот потому что она опять она то в конце она взята из мужа или из мужчины и и а из уже да да какой-то глагол любимый ламбана да это ламбана пассивный аорист да все это спасибо так джулиану джулиану вам все понятно да да пожалуйста дан слично фенкин тут урок это лейпсей антропостон атера тукой тукой русская тхэси тайт просто нью-найк ауту каэс антайголь дуа и сарками вот каталипсей я поняла что это футуров но чего-то не смогла смогу найти либо каталипсей оставлять покидать хорошо тогда энакин это из-за по причине но тогда оставит потому человек отца своего и мать свое и просто так как у лава проскала у получается прилепляться приклеивать и смотрите тут пассивный футурум пассивный то он не приклеит он сам приклеится так значит на тисне связанный хорошо значит прилепиться к жене своей и сонтай это глагол быть и значит будут дома из сарка а сарка тело плоть будут одной плоти тут описано да буквально будут два в плоти одно почему-то в написано не знаю почему я бы употребил бы честно говоря другой предлог с дативом новой с вами так евгений кай эсэн хуй дуа гюной хоть и а дам кай хэ гюне ауту кайук эсфин он то а там хох и были оба голыми а вот ход тут причем тут хох которые вот этот вот помню ты это какая-то частица хитрая какая хитрая очень просто ну да она это оба и и адам и и жена его но все-таки что такое то я уже не помню то же самое что по латински кэ это по сути как это по сути кай но плюс только на баку пост только пост позитивный значит а почему на гола ударение есть на же нет ударения а потому что ты это как его in критика да то есть по сути это артикли мужского рода а вот он а а ты тогда получается и адам и жена то есть не оба до такой были да и были и были оба голыми и адам и его жена и не стыдились какой-то главу айсфюно асфюно майкл асфюно здесь здесь мигра не мог и не стыдились не смущались не не совестились не смущались в общем так начинаем третью главу да прекрасно про знаменитую и в общем то известную так давать и джулиана the office and from the moda to span tonto and heri antony bit this is us и поисен кирюз вот роз кае пенгу офис тэ юнаики тюоти и пенго тревоз омэ фаритэ а по пантос ксюло ту энту парадейсо офис змея очень забавно значит змеи змеи был они мотор то смотрите вот ответит тот обратите внимание тот это суперлатив то есть он не просто фронимус значит хит нет а то благоразумнейший самый супер бога самый хитрый тут обычно значит змей был рассудительнейшим среди всех зверей повторение артикла идет да потому что автор решил добавить еще одну в атрибутивные позиции вынести ее вперед и добавить дополнительную информацию эпитес гэста на земле да и пи пи с генитивом означает на на земле или земных так он это которых то есть зверей а он это генитив из числа которых а числа которых по его создал господь бог и не увидела сказал сказал она сказал змей жене женщине что сказал бог или те и вот и вот и здесь это странное сочетание да не классическое мне кажется немножко но что такого может сказал тебе бог что такого сказал бы может просто почему хорошо ладно будет ладно может дальше понятнее не афар это это не ешьте не ешьте а вот это похоже что аорист от глагола истхил есть то есть не съешьте не съешьте и смотрите тут тут довольно интересное такое сочетание вот обратите на него внимание если выделил видите две частицы отрицательные сразу такая что такая штука встречается например в трагедиях греческих классических два отрицания подряд у мы а потом аорист в конъюнктиве это конъюнктив видите тут еще это долго это такое усиленное отрицание да не съешьте как бы да не съешьте вы дерево 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 точно не ешьте ни с какого дерева в районе Да, ну, буквально, буквально, да, из какого, да, всякого, не от всякого, не от какого. Ну, да, получается, не от всякого, то есть, не от какого дерева не ешьте, из дерева, которое в раю, сказал Бог, а это Ти загадочное, почему сказал, ну, то есть, может, с какой стати вам Бог сказал, как-то, вот это, да, странное сочетание, оно поддельное, если бы, вот, одно из них убрать, будет понятнее, но они вместе стоят, да. Ну, ладно, так, давайте, Евгений, пожалуйста. Так, это было, да? Да. И сказала жена змею, от плода дерева рая, или райского дерева, мы будем есть. Да, это, видимо, футуром, так, поздний. Ну, вот, в словаре так и пишут, что поздний футуром. А, ну, вот, значит, я правильно помню. Мы будем есть, и сказала, ага, это из того дерева, из которого можно есть, да, получается? Ну, какого-то, да, опорный. Вот, смотрите, вот тут, все, жена, жена, да, а как будет жена в Акативе, кто-то знает? Просто многие не помнят этого, я поэтому спрашиваю, а заострял, смотрите, у него такой странный эвакатив, который похож на плюралис. Смотрите, Гюня, чтобы вы знали, вам это пригодится. Здесь он не указан, ну, ладно, я по памяти говорю. То есть выглядит, как будто это много женщин, а на самом деле это о, юной, о, жена, да? О, жена, там, деготи, эйпен, вот, ну, спонтан, да, а, это, нет, нет, вот, запомните, да, выглядит, как плюралис, вот, это окончание, но это не плюралис, это сингулярис, фугатив. А, так Евангелие Атеана мы это видели. Ну, естественно, оно везде, оно там нормальное, это такое классическое. Так, давайте, Джулиана, третий. Так, да, не забывайте, вот это сильно, да. А, сплода, сплода же, сделаю, ну, как же, ж, или, да, или, но, или, а, как хотите. Которое, дословно, посередине, в центре мрая, эйпен, сказал Бог, не ешьте. Не будете есть. Не будете есть, да. Ну, тут футуром, в смысле, запрещение такое, да, вы не будете есть, вам запрещено. А, полду, да, а, с него, с него, да, с него не будете есть, и не. Не, апсестра, опять футуром, нет, нет, нет. Это глагол «гапто», смотрите, такой глагол. Это прикасаться, в данном случае. Может, и не вкушайте? А где не вкушайте? В седьмом. А, действительно, я что-то не знал такого значения. Вот, век живи, век учись, да. Ну, «гапто» — это прикасаться, вообще, базовое значение, да. Хорошо, тогда не прикасайтесь. Ну, не вкушайте, пускай будет не вкушать. Да, к нему, иначе... Так, нет, подождите. А, нет, не иначе, а чтобы не... А тут ханаты. Это аурис конъюнктива от глагола «апатнеска» — умирать. Да, тогда, чтобы вам не погиблить. Чтобы вы не умерли, да. Смотрите, тут у нас Гина задаёт предатственные цели, да, чтобы вы не умерли. Так, давайте, Евгения, сразу две, а то у вас маленькие какие-то серебры. Маленькие, но ударенькие. Я тут словарь посмотрел. Так, шо посмотрим, как. Кай Эйпен хо офис, те гюнайки, у тханато апотанэйстэ. Тханато, тханато, пока. Тханато, тханато, да. Апотанэйстэ. Эдэйгар хо теос, хо теэн хэ анхэмера, фагэти апотто, дианойстэссэнтэй химон, хой офтальмой, кай эсэстэ хостеой геносконтэскалон, кай понарон. Тяжело. Я, конечно, знаю перевод. Ну ладно, давайте попробуем перевести то, что написано. Вот. Потому что, видите, тут мы переводим всегда, что не касайтесь, и отцы тоже говорят, что не касайтесь. Вот то, что передущее. А если не ели, ну то другой вопрос. Ладно, и сказал, и сказал змей жене не смертью не умрёте, или как правильно? Да, это футурм. Да, то есть, ну по-русски тогда два раза не надо сказать, да? Или смертью не умрёте. Вот футурм у меня такой. Обратите внимание, что он медиальный. Да. Но остальное не буду объяснять, всё равно не поймёте. Да, и это фигура этимологика. Пока не поймёте. Не уберёте смертью. И обратите внимание, что это не императив, это именно футурм. Потому что если это был императив, тут мы было бы, а не у... Ну и так, просто к слову. Ну это да. Да, у мы еще там было небольшое перемещание, что некоторые глаголы футурм бывают медиальные только. Много глаголов таких, на самом деле. Ну вот он говорит, что пока это тоже рано. Ладно. Так, ну тогда смертью не умрёте. Дальше эдой. Я тут посмотрел. Это что-то такое очень странное. Нет, это ничего странного. Это глаголы уйдешь знать. А, эдой. Нет, ааа. А мне покажут эдой. Правильно я там нашёл всё. Смотрите. Эдой с йотой. Да. Секунду. Это у нас формально, это плюс к вам перфект от глагола ойда. Но поскольку ойда это сам по себе перфект, то мы переводим это просто имперфектом, то есть знал. А. Ну да. Ибо знал Бог, что в э. Это э это... Это не э, это г. Хэ. Гэ. Гэ. А что это гэ? Гэ это относительное местоимение женского рода в дативе. Гоз. От слова гос. В который... В который... А, в который день... А, вы... А, то есть ан это какая-то частица конъюнктивная, да? Необязательно. Смотрите, давайте всё-таки разберём это всё подробнее, секунду. Смотрите, у нас здесь есть фагота, это конъюнктив, там по эти видно, и частица an. Так, и дальше у нас есть футуром, вот здесь, после запятой. Это понятно, да? An – частица бы, ну, можно бы её называть условно. Конъюнктив, а после запятой в аподосе у нас стоит футуром. Тхэ сонтайт футуром. Всё вместе – это футуральный казус. Если в тот день, в который вы слопаете от него… Да, съедите от него. Дианой хэ сонтай химон. То есть, ну, Дианой, то похоже, это Дианой там типа Дианойя. Узнаете вы? Узнаете вы? Нет, Дианойя – это… Паранойя, Дианойя, да вы это имеете ввиду, что я? Ну, походу, да. Нет, там другое совершенно слово Дианойя. Дианойя… Дианойя, так как, точнее. Дианойя – это от глагола Ноэо. Ну, да, Ноэо – мысль. Нет, нет, это не тот. Ага. Здесь… Анойгними. Анойгними открывать. А… Ади? Что? Ну, с приставкой, как говорится. С приставкой ничего особо не меняется. Ну, в смысле, на куле это не влияет. Ага. Дианойгу, либо Дианойгними. Вот. Вот оно что. То есть, и… А, откроются… А, откроются вам… Не вам. Спасибо. Спасибо же тут. Нет, начинайте с… Неважно. Начинайте с принадлежащего характера. Глаза. Глаза. Откроются. Гемон – это датиус посвятилась. Ваши глаза просто. Ну, ваши, ваши глаза, да. Ну, не вам, а ваши. А, ваши, да. Ваши глаза. Откроются ваши глаза. Угу. А, кай эсэста и… хе-хе-хе. Это я не посмотрел. Не успел. Эсэста – это футурум. Глагол быть. Будете. А, и будете как боги, знающие, доброе и злое. Да. Так все понятно здесь? А, кстати, почему тут, в этой, в «Ан» ударение тупое? А какое оно должно быть? ГМР – какое слово? Ударное или нет? Какое, какое? ГМР – ударное. Ну, значит, острое ударение на последнем слоге меняется на тупое. Ну, просто он единственный тут. Это неважно. Понятно. Важно. Так, давайте пойдем дальше. Тоже длинные, пожалуйста, Джулиана. Угу. Угу. Гайден геюнне. А вот и колон, токсюрум, эсбросин, кай вот и эрестон, тоис в Тхальмойс, идейн кай у район, эстин ту, ката мэми сай, кай лабуса, ту, куав ту, эферен. Кай эдакен, кай то Андрия, а вот эсмед, а вот эс, кай эферон. Да. И, 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 и – это Урао. И увидела жена, ну, женщина, что прекрасно… Нет, секунду. Нет, не прекрасно. Ну… Хорош… Ну, можно сказать и прекрасно. Только начинайте с подлежащего, что дерево прекрасно, да? Не прекрасное дерево, а дерево прекрасное. В пище, на словно, бросил. Смотрите, эйс, секунду, видите? Эйс – это предлог с акузативом, он иногда означает цель. Для питания. Для пропитания, для бросил. Хорошо. Ну, тогда дерево приятно, хорошо, для пищи. И что оно арестон – это тоже приятно. Для… Какая часть речи арестон? Прилагательная, наверное. Это прилагательная, смотрите, это отглагольное прилагательное. У нас есть отглагольное прилагательное двух типов. Вот такого типа на ос, на он, а есть на эон, на эос. Первые означают возможность, а вторые – долженствование. Вот это возможность. Оно происходит от глагола арестку нравится. Да. Вот. Вы сказали это, да, кажется? Да, оно шло там. Угу. 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 Так, значит, аресткус… нет, не то, арестон. Угу. 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 Арестус. Угу. Угу. Ну, оно какое-то тоже хорошее, приемлемое, приятное. Угу. 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 И… А вот ещё тут какое-то слово ещё одно есть. Угу. 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 Это ко мне? Инфинитив. Я не понимаю, с чем он. Если бы это было на речи или что-то еще, то, наверное, состояние. А здесь... Он не субстантивируется, кажется. Нет, не субстантивируется. Смотрите, вот... Вот знаете, такое выражение? Daenos Leggin. Сейчас я покажу здесь. Самое известное выражение такого типа это Daenos Leggin. Сейчас я найду его. А, вот, нашел. Сейчас видите на экране? Да, вижу. Daenos Leggin. Да, да, Дейнос это тоже прилагательное, а легин инфинитив от Lego Lego. Дейнос – это значит искусный, крутой, а леген – это говорить, то есть искусный с точки зрения говорить, то есть хороший оратор, понимаете? Леген – это называется infinitivus relacionis. Это отдельная тема, которую мы будем специально проходить, я надеюсь. Дейнос-леген – целый класс прилагательных работают с infinitivus relacionis. Вот смотрите, тут даже есть похожие выражения. Вот смотрите, дейнос и дэстхай, видите? Идэстхай – это то же самое, что и дейн, только в другом залоге. Или вот даже софокал и дейнос-горан. Это тоже и дейн, только в настоящем времени. Страшный на вид. А у нас здесь не страшный, а наоборот, приятный на вид. Приятный на вид для глаз, видите? Приятный на вид для глаз. И здесь, конечно же, некий плеоназм есть, потому что на вид это и так понятно, что для глаз. То есть либо и дейн лишнее, либо скорее офтальмоз лишнее. Ну, лишнее в смысле не дает новую информацию, но дает некий дополнительный риторический эффект. И вы должны понимать также, что глагол офтальмоз, ой, извините, что я говорю, существительный офтальмоз, глаз, оно однокоренной с глаголом и дейн, на самом деле. Хотя это незаметно. Ну, как однокоренной, там корень другой, конечно, но они сублитивные. Потому что офтальмоз происходит... А, тут даже написано, видите, гурао. Он происходит от футурма... Ну, короче, да, вот от футурма глагола гурао. И получается, что здесь у нас тоже фигура этимологика. И то, что оно приятное для того, чтобы гляделками глядеть, как бы, да? Вот так я скажу, да? Ну, вот так вот, да? И еще дальше. Так, сейчас секунду. Приятно для глаз и районности. Ну, это тоже что-то типа приятное, да. Опять приятное. А вот это не слово катаноэма, понимание, мысль. Катаноэо, да, катаноэо. Оно какое-то такое, я не знаю, какое-то слово, хурай, какой прилагательный подобрать здесь. Ну, какое-то цветущее, может быть, не знаю. Ну, спелое, может, хорошо. Ну, не знаю, да. Так, там можно ниже как-то текст. А катаноэсэ вы как рассказали? Понимание, мысль, может, изобретение. Я просто... А, это глагол... А, это... Так, это же не глагол. Катаноэ? Не, катаноэсэ это Infinity Faoris от катаноэо. А я думала, это... Тогда... Да, понятно. Оно какое-то спелое, буквально, смотрите. Оно спелое для того, чтобы понимать. Спелое к пониманию. Ну, то есть, как это понять? Может, оно дает знания. Нет. Оно же поспело, чтобы давать знания, да, как круто? Да, наверное, да. Так, и дальше. И какая лабуса? А, смотрите, это причастие женского рода, лабуса. Ну, знаете, слово «уса», «уси» там все. Лабуса – это аурист, причастие ауриста женского рода от Ламбану. Это про эту Еву, ну, про жену, короче. Так, тогда она взяла... Взяв аурист. А, да, точно, извините. Взяв плод его, нет, его... А, и ела. Взяла плод его и ела. Съела. Съела – это тоже аурист. Да. Каэллокин. Диду май давать. Какой... А, подожди, секундочку. Тут странность есть, потому что Ламбану в активном зоологии обычно с акузативом, а тут генитив. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему тут генитив, тукар, честно говоря. И взяв... Возможно, знаете... Возможно, это как с глаголом «пино». Ну, сейчас я тонкую вещь скажу, смотрите. Вот у нас есть глагол «пино» – «пить». Вот если после глагола «пино» стоит акузатив «ойнон», «пинотон ойнон», то я пью вино. А если я слово «вино» поставлю в генитив, то я отпиваю глоточек вина. Возможно, здесь так же это работает, я лишь предполагаю. То есть, она не то чтобы съела плод, она откусила от плода, возможно, как хотел сказать. Ну, я не уверена, точно, да. Ну, буквально взяла плод его, а она съела. Так, и дальше? Ну, «иди домой». «Иди домой», да. Тогда и дала мужу своему «металтез». И мужу также. «Металтез»? Просто «металтез» – это повторение, будто бы нет. «Андрея Аутез» – «металтез». А, или она – это… нет, лучше мужского рода. Просто не понимаю, два раза «аутез» – «аутез». Смотрите, предлог «металтез» есть. «Металтез» – «генитима» – что означает. «После»? Нет, «после» – это с акузативом. Да. «Вместе». А, «вместе». А, «вместе». Ну, то есть, зачем это сказано, я не знаю, ну, то есть, как бы они вместе, что, его съели? Да, ну, хорошо. Вместе с ней. Да, и «эфарон», и… А то уже он ел. Нет, это они, вот это «плюралис». А, вот, точно. Они вдвоем слопали. Да, спасибо. Так, Евгений. Извините, что так медленно. Не-не, все нормально, все нормально. Так, давай. Не, ну, нормально, они съели от одного плода. Да, вот, все, все положено. Так. Ну, ладно. Так. И открылись глаза у обоих, и они узнали, что они голые, или что они были голые. Ну, здесь, как получается, это… Да. Были, что они были голые. Да. Они были голые, и сшили листья смоковницы, и сделали, значит, самих себе… Хеоутус… Хеоутус… Сами себе, да, Хеоутус… 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 Передзомата… Это вот фартук, передник… Передники, передники, фартуки, передники. Да, здесь надо показывать картину этого… Как оно? Ммм… Кранаха. Да? Ну, может быть, да. Значит, смотрите, здесь какое-то время… Эээ… Это… Опять алорист. Угу. И это тоже алорист, да? Алорист, да. Ведми, сиси… А почему здесь это? В смысле? Вот. Там нет уже это в корне, по еу. Может, хитрый алорист? Нет, смотрите, это глагол отложительный, видите, на еу. Ой, что я сказал? У слитных глаголов в этом месте гласный удлиняется. Просто имейте в виду это. Ну, то есть, эпсилон удлиняется в этом. Ага. Значит, и сшили листья смоковницы и сделали для самих себя передзомата. Вот неважно, что это такое, важно от какого-то глагола. Какого-то глагола? Дзомат. Глагола? Да. Ну, я не знаю, это существительное… Какой глагол? Надо знать грамматику досконально. Не важно, как это фартук называется или юбка. Главное, что это глагола зонами опоясывать. То есть, перепояски какие-то буквально, перепояски себе сделали. Ну, так вот в лоб-то и не видно. Да видно зо. Вот зо. Ну, зо-то зо. Ну, зо-то зо. Есть еще зо. Зоопарк. Так, давайте. Джулиана. Э, я. Какой-то, в санте, вон, энк Кюрийо, то, треу, пилопатут ось, ентопара, дейленинон. Какой-льубес, анго-те-адам, каке юне, о его опо, про сёпу, кюрийо, то, треу, ен месо, джулу, nehme, джулу. Раздју, джулу, кио. А, и, 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 и… Какой-то, в санте, в оце, даже не ри, кьо, джулу, тју, покрым, да. и услышали голос Господа Бога, перипатетика, получается, гуляющего, да, 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 перипатетика, получается, да, перипатетика в раю, то, это же было, это наречное выражение такое, это значит, в вечерних сумерках, получается, да, она шла вечером, да. И прогуливающегося в раю вечером, экрюбиса, это аорист от крюпто, да? Да, это поздний аорист, пассивный, вообще он не такой должен быть, смотрите, крюпто, сейчас, у него аорист вот такой должен, экрюбиса, а не, подождите, тут они хотели изобразить пассивный аорист, да, он скорее вот такой был бы, Ну, а в позднем варианте B, бета, экрюбен, экрюбен, то есть это пассив, смотрите, то есть... Ну, спрятался? Нет. Витя, вроде бы как, вот я не знаю даже, как вот здесь лучше перевести, они спрятались или были спрятаны? Спрятался Адам... Спрятался, да, все-таки, да, ну, вроде бы это пассив, я не знаю даже, честно говоря, как это лучше повести. Сейчас я посмотрю, например, даже не знаю, у кого... А, у меня тут бумажный словарь, сейчас, секунду. Хорошо. Сейчас, ну, пока остальное переведите, а я пока проверю по-бумажному. Останавливаю. Спрятался Адам и жена его... И Адам, там, Т, да? Да, и Адам, и жена его... И попросопу... Просопу... Это... Лицо было случено. Конечно. To be hidden from... Ну, то есть, to hide oneself from... Написано, медиа-пассив, то есть, они говорят, как медиа-пассив. То есть, не были... то есть, спрятались, да? Так логичнее, да? Спрятались и Адам, и жена его... Так... Просопу... Вот это, я думаю, гибраизм, кстати. Вот это лицо... А попросопу, период, от лица... Ну, от лица... То есть, чтобы лицо Господа не видело их, да? Да, от лица Господа Бога, в середине... Ой, ну, между деревом рая. Ну, вроде бы, все-таки, не между. Смотрите, между это метакси было бы. Или аномесом. А здесь... Ну, если они все-таки скрылись... Вы знаете, наверное... Вы знаете, наверное, вот под деревом поднимается не дерево, а древесный, как бы, лесок. То есть, не одно дерево, а деревья собирательные. То есть, лес, по сути. А аномесу это просто в центре. То есть, можно переводить в plural? Ну, давайте проверим. Ну, давайте проверим. Я, может... Я тоже ошибаюсь постоянно. Да, надо проверять все. Они, может быть... Может, они скрылись именно вот... Дерево раскидочное такое, там, вот, внутренних... Туда. Нет, мы гадать не должны, мы должны говорим пользоваться. Может быть... Может, да, может, нет. Так, вот, видите, тут... В pluralисе, да, лес. Ну, это обыкновенно в pluralисе лес, да. Ну, не могли же они... Выходить, конечно, в дупле, что ли, вскрылись? Как эти... Как нимфы какие-то, что ли? Давайте сейчас я поговорю. Вы ещё этого вспомните. Андрея Болконского. Дуб. Нет, давайте сейчас... Сейчас, подождите. Давайте по рекламной паузе. Я ещё в словаре это слово «аксиллон». Может ли означать оно... У меня бумажная слава... Бумажная только... Для всего... Псептогенистические слова. Так. Ну, это у нас сейчас затянется. Давайте пока кто-нибудь другой будет читать дальше. Давайте, кто дальше? Евгений, да? Я пока ищу дерево. Ну, конечно, выбор невелик. Только вот так. Кай екалесен кюриус хутеус тонадам, кай епен авто... Авто адам. А! Кайпен епен авто? Адам? Хуей? Кай епен авто тен фонен... Кай епен авто... Вот надо тут двоеточие им ставить. Тен фоненсу экуса перепатунтос энто парадейсо, кай ефобетен, ген хотти гюмносейми, кай екрибен. Экрибен, да. Экрибен, да. И Экалесен, по-моему, и позвал Господь Бог Адама. Угу. Вот. И сказал ему, Адам, где ты? Угу. Ну, где ты еси? Угу. И сказал ему... Ну, тут уже Адам сказал. И сказал ему, Голос твой слышал, когда ты гулял в раю и побоялся или испугался. Правильно, да? А потому... Потому что... Потому что я голый. И спрятался. Да. А я все не могу дерево найти. Знаете, знаете... Ну, пускай это загадка тогда останется. Дерево, потом... Потом следующий раз я... Внутрь дерево, дерево раскидистое, такое, знаете, как банян какой-нибудь там... Куча этих... Такое большое-большое дерево. Вот они туда внутрь скрылись, что-то такого. Это не пальма, а вот такое, знаете, кустистое дерево, например. Раз они пришли к этому дереву запретному, слопали, увидели, что они голые, услышали Бога. Куда им прятаться? Вот туда и спрятались, залезли. А дайте-ка я сейчас вульгатор открою, секунду. Давайте. Так, значит, какой-то стих. Третья глава, стих. Восьмой, что ли? Так. Так. Не, не восьмой. Да. Восьмой восьмую. Сейчас еще. Экуссерн,эн хо нэнкэрю. Ин медиу лигни парадисии. Буквально калька. То же самое написано, в медиу лигни парадисии. Ну, чё-то надо быть... Ну ладно. Ладно, давайте дальше пойдем. Так, пожалуйста. Сказал ему, ну, Бог. Так, это... Сказал ему... Кис, это кто? Это Анангелу, откуда слово ангел? Весник, нет. Кто объявил тебе? Кто сообщил тебе? Все, поняла, спасибо. Кто сказал тебе, что ты наг? Не... А, если, наверное... А, нет, здесь нет, если. От дерева, от мэ здесь. Да, вот тут странно, что мэ стоит. Ну, видимо, мэ стоит в условных периодах. То есть, как будто тут если надо добавить. Если ты при условии, что ты не мэ, да, не эфагэс, не съел? Не съел? С от дерева, от дерева, от дерева, с энэтэй ламэ. Это... Тут все сложно, да? Это тоже аорист. Энэтэй лу это приказывать? О, ушло. Да-да-да. Это первое лицо, первое лицо, да, от которого... Это аорист. Так, да. А, так-так-так, если ты не ел от дерева, с которого, получается, я запретил, да, я приказал... Ну, тебе есть. Не есть, мой фамилий. Не есть, да, не есть. Не то, чтобы запретил, а от которого я приказал не есть, только от которого единственного, Тутумону, от которого я приказал тебе не есть, ты так и съел, если ты не съел. Вот если ты, конечно, с того дерева, с которого я сказал тебе единственного, не есть, ты съел. Да. Вот. Кстати, я нашел слово ксюлону в фаваре в Септуагенде. Там написано, что это может быть, конечно, дерево три, а может быть, между прочим, и вуд, лес. Нужно смотреть древнееврейский оригинал, что там написано, но мы не будем этого делать. Так, давайте, Евгений. Так, где там он? Она мне дала от дерева, и мы ели. А вот тут двусмысленность. Вот смотрите, двусмысленность. Потому что тут окончание, может быть, значит, и я съел, и они съели. Ну, тут я, конечно. А, я съел, да, я съел, да. И я съел. А их там нету, там, он же о себе говорит. Где-то у нас было такое окончание, мы перевели, как они, я уже не помню. Вот здесь, смотрите. Это в третьем лице. И дала мужу, и они вместе съели. А тут я съел. Да, ну да. По окончании они отличаются. Ну да, но здесь он говорит о себе, а не о каких-то третьих лицах. Так, неужелино. И сказал Господь Бог жене, ты тут опять. Почему? Ти-то почему? Ну да, почему? Почему ты это сделала? Да. Почему сделала? И сказал... Ой, нет, уже не сказала, а жена сказала, змей апатасы не успела найти, к сожалению, мне почему-то пересылают на печенку. На печенку? Да. Апатау обманывать. А? В аваристе. А, да, точно. Значит, змей обманул, меня и я ела. Съела. Съела, да. Так, прекрасно, прекрасно. Так, Евгений. Извините, я тут еще узнаю, что это слово такое пикатаритус. 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 Тасхемерис Тезоэссу. Да. Так. И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сделал... Эту. Эту. А вот дальше вот это я... Пикатаритус. Эту. Катаритус. А. Проклятые. А, проклятые. Проклятые, значит... И тут... Так, хоть и так... Проклятые от всех... От всех ктенон... Вот от всех дверей знаю, да. Ктенон это... Животных или что там? Творень. Ктенон. Сейчас. Ктенос. 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 А, от животных, да. От домашних животных. Ага, то есть проклятый от домашних животных и от всех... Дело в том, что в иврите там есть два разных слова для обозначения диких животных и одомашних, насколько я помню. Ну, по-моему, да. Так а тут тоже. Вот от домашних животных, да. От всех... Ну, короче, от всех животных, то есть от всех домашних животных и от всех зверей земных или земли. Вот тут апо странное. Секундочку. Почему? Ну, значит, от. Ну, проклят от. А что началось, проклят от? То есть он отделен от всех. То есть от него отнимается вся... То есть все остальные животные находятся под Божьей благодатью. А он, наверное, лишен ее. Поэтому он проклят от. Ну, так вот. Ну, понятно, да. Ну, просто это я вот слышал там разные вот эти толкования, что вот оно там написано от. Вот. Поэтому у нас проклято за, а тут именно проклят от или заклят от. Апо. 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 Среди всех. Среди всех. Среди всех. Героним перевел. Среди всех. Ну ладно, неважно. Значит, на твои грузи и колья. Колья это пузо, живот. А колья отсюда, что ли? Не знаю. Значит, и колья, еще колья усе, похоже на опять с какой-нибудь Эрхомай. Эрхомай. Какой ведь этот футурм, да? Это Порелумай. Али Порелумай. А, ну что, ходить? Порелум. Ходить или ползать. Тут ползать, точнее будет, наверное. Ну, передвигаться. Да. В общем, на своей груди, на своем брюхе будешь передвигаться и землю будешь есть. Во все, во все дни своей жизни. Да. Это, это Акузативус темп, растечение всех дней жизни твоей. Жулианна. Угу. Ходить, сэрмcu. Каэт хэн трэсо анамэсум су tenho... ...энамэсум тез юнаикоз. Кая анамэсун, ту sperматоз су... ...кай анамэсум ту sperматоз. Аут осу террэсэй, гейхалэнд кайсо террэсэй, су дуб терна. Так, ну, тхесу я посмотрела, это футурум от титхами класть, значит, вражду положу, дословно, между тобой и между твоей женой. Не твоей, нет, это он змею говорит, и между женщиной. Ой, прошу прощения, точно. И женою, но женщиной, и между семенем твоим, и между семенем ее. Это имеет в виду потомство, да? Да, да, да. Ну, то что. Тереса, я еще не успела найти. Тереса. Ой. Тереса, Терео может. Да, охранять, переберегать. Наверное, не оберегать. Я просто не понимаю, как это посмысленно. Ну, ладно, не важно. Так, еще раз. Семенем твоим семенем ее, и он будет охранять голову. Видимо, не охранять, а подстерегать. Хорошо. Подстерегать голову, и ты, а, будет поражать тебя в голову, а ты будешь, будешь, что делать? Опять подстерегать. В терне. Это, по-моему, пятка. Скорее всего, да. Терне. Да, пятка. Ты будешь жалить его в пятку. Да, то есть он сам будет, ребенок, видимо, тебя подстерегать за голову, а ты будешь его подстерегать буквально за пятку. Ну, можно сказать, жалить. И обратите внимание, что тут симметричная конструкция. Су тересы кефала, су тересы с аутоптерном. Ну, она не совсем симметричная, но близка к симметрии. Тут у нас, да. Так, ну ладно, давайте. 16. Су тересы с аутоптерном. так и жене сказал ну вот умножаю умножаю смотрите вот это футуром а это причастие умножая буду умножать это это хитрый футуром потому что основа заканчивается на назальный я таких деталей плетену вот я смотрел да плетену 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 это настоящее время плетки но это бы это будущее ага сегмы умножаю умножу печали твои и стон стенания твои печалях будешь рожать детей и какой какой-то глагол текси 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 тексос тексой вы не переводите а просто вспоминаете так нельзя ну тоже техно это ребенок а че еще с ним можно делать рожать смотрите у нас здесь две фигуры тема логике да у нас здесь фигура тема логика здесь тоже фигура тема логика уже техно от глагола тикто текс это футурма тикто тикто а то есть и фактически получается и в печалях будешь рождать рождаемое что-то ну да их нужно твоему и апострофы вот это апострофы там много чего написано поворот отведение способ прибежище спасения например сейчас я посмотрю слова а есть еще от падения отделения отвращения даже есть но убежище защита тут вроде как больше по смыслу апострофы апострофы ну да тут тоже много значений inclination ну склонность получается пускай склонность да ну как то вот вот в одном из варианте там не очень вот это прибежище спасения даже очень даже ничего не как то так хорошо тогда так и тогда значит к мужу твоему где там это был то опять потерял да а значит и к мужу твоему значит будет будет спасение твое или вот склонность твоя и он будет тобой господствовать или над тобой господствовать или управлять кюрео кюрео это что у нас кюрео кюрео это господствовать ну да смотрите что пишет ироним субвери потестата эрис от ипсе доминобитур туи то есть под субвери под субпотестата вери то есть под властью мужа будешь эрис и ипсе и он сам будет доминобитур туи и он будет доминировать над тобой ну то есть это по сути одно и то же сказано ну да и он будет господствовать то есть вот это вот это и вот это у иронима по крайней мере одно и то же вообще так ладно давайте дальше то да 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 мэйпер ты оккуса стез фонээстез юнаикос шукаэффа гэс а по ту ксуло о этэдиламэн солдуд ту муну мээ фарейн акуту эпикатаратоз эгэээнтойс эргоэс 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 А вот Адама здесь получается в дативе. Он не склоняется до семейское слово. А сказал же Адаму, Экус снова слушался, за то, что ты послушался голоса жены своей и съел с дерева. Энтелламен это приказывать Энтелламен. Энтелламен, да. А Ку это что? С дерева, с которого, наверное. С которого приказал тебе Тутумуму. С этого дерева единственного. Да, с того единственного, с которого я приказал тебе. Не есть, не есть с него. Опять, с того единственного, хорошо. Эпикатаратус, проклятый. Проклята, да, женский. Проклята земля в эргоис. В делах твоих. Ну, да, вот я смотрю. В фульгату иноперату, в делах твоих. Ну, да. А, это то, что было у Евгения Скорбта. Так, значит, в Скорбях, печалях, фары. В футурном будешь есть. А, а будешь... Точно, да, похоже. Будешь есть... Так, сейчас. Все. Все дни твоей жизни. Да. Питаться будешь, в смысле, да? Да, да. Да, все дни твоей жизни будешь печатать. Так, Евгений. Так, где это? А, так, только что посмотрел. А, шипы и колючки. Будет, то есть, видимо, земля, да, будет производить тебе. Угу. И ты... Да, Анатолей, да. И ты будешь есть... Ну, Хорта, ну, трава... Трава... Траву полевую. Траву поля, да. Траву поля. Смотрите, вот эти слова примерно одно и то же означает. Как такая штука называется? Шипы и колючки. Даже не знаю. Джулиан, вы не знаете, когда два слова одно и то же означает? Нет, скорее всего... Гендиадис. Гендиадис. Одно через два. Гендиадис. Так, ваша очередь, да, 2019? Джулиан? А, извините, я не слышала. Да. Да. Кай калисен адам ту онума... Нет, извините, 19-е, 19-е. А, нет. В поте лица твоего фары будешь есть, поедать тонар-тон. Хлеб. Хлеб. Сой. Геус-тон. Геус до тех пор пока. До тех пор пока. Спасибо. С трепсой. С трепсой. Поворачивать, переворачивать, поднимать, кружить, вращать, изменять, мучить, терзать, обдумывать, вращаться, вращаться. Пока что не поворотишься, не поворотишься во землю. Можно вернешься, не вернешься в землю. Из которой... Ламбану. Ламбану. А это опять Аурист? Да, пассивный Аурист, да. Значит, из которой был взят... Ты, ты, да, второе лицо, да, ты. Ты. Угу. 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 Потому что ты в землю... Не-не, это же номинатив Г. Потому что земля и в земле. Потому что ты есть земля. А, ты земля и в землю вернешься. Это Эрхумэ. Аперхумэ. С приставкой АПО. Это Футурм. Смотрите, это Футурм от Эрхумэ. То есть ты, Эрхумэ, ты вернешься какого-то человеку. Да, то да. Потому что ты есть земля, ну, прах, да, переводит, наверное, да, и ты в прах или в землю вернешься. Угу. Так, Евгений. Ну, у нас панихидная земля, ты есть и в землю отойдешь. Так, и назвал Адам имя жене своей жизни, потому что она мать всех живущих. Да, неужелино. Так, теперь двадцать первая. Кайпоэсэн Кюрюсдхёс, то Адам, кайты юнайки ауту, хитонас, дэрмактинус, кай анэнсусэн аутус. Так, и сделал Господь Бог. Извините, шо? Ничего, ничего, давайте. Сделал Господь Бог. Я слишком шумик, все хорошо. Нормально, нормально. Хорошо. Так интереснее даже. И сделал, сотворил Господь Бог Адаму и жене его. Так, это было Ахитон, ну, одежда? Ну, хитоны, одежда, да. Дермактинус. Кожаная. Кожаная. И анэдусэн аутус. Эн-эдюо, одел их. Эн-эдюо, одел этих двух существ. Так, Евгений. Так, Евгений. Доку посматрил. Так, кай эйпен хо теос. Иду Адам гегонен хос хэйс экс хэмон ту гиноскеин карон кай понерон. Кай нюн мепоте эктеинетен кейра кай лабе ту ксилутес зоэс кай фаге кай зеситай эистон айона. И сказал Бог, вот Адам стал как один из нас ту гиноскейн. Ну, наверное, чтобы знать. А почему ту гиноскейн? Ну, целевая конструкция с гинитивом и инфинитивом. Так, ну да, чтобы знать доброе и злое. И ныне... Непоте, господи. Недавно видел слово. Это так. Как бы не, да? Типа того, да. Пусть никогда. А, пусть никогда. Эктейны. Ох, только посмотрю так, эктейны. Протягивать. Протягивать. Хорошо, протянет руку и возьмет... Ну, как бы не возьмет, да? А, ну да. А, никогда не протянет руку и не возьмет тот гинитив, ну, от дерева, получается, или... Ну, это странно, да. Ну, как бы вот плод от дерева, да. Тут немножко... Тут надо плод поставить, а плод не поставили. Ну, в общем, что-то от дерева жизни и не съел бы его, да, наверное, и... Ну, здесь это, наверное... И не... Чего? Не жил бы вовеки? Не будет жить вовеки, да. Типа того. Так, Джулиана. А, ну, вот у нас уже было это апостелу отправлять посылать. Ну, если он его выслал. Да, 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 выслал. И выслал его Господь Бог из рая. То есть, трюфэ. Трюфэ – это наслаждение, роскошь. Да, ну, адамского. Эргадзестхай. Это инфинитил финалис. Чтобы, для того, чтобы он возделывал землю, да, обрабатывал землю. Из которой он был взят. Точно. И последнее, Евгений. Трюфэ – это не так. он тут все вот он будут вот он токсюру т.с. и вышел адам нет нет не вышел адам он выкинула дома а это не сексе барин то еще про бога да а а и вы выгнал адама и к таки сына в том что сел поселил его где-то а напротив напротив арая сладости ну так вот переводится бывает трех из этого говорили уже сладости и радости к это сен а и поставил это тактии да там глагол такой тасса и поставил херувима ну правильно конечно рубанула тут что плюраль из таких херувимов а тогда про это херувима при рейке хирург и херувим так и что-то вот он что-то вот это я не смотрел не успел огненный меч огненный меч значит чтобы филастен это охранять дорогу огненный меч как бы развернутый повернутый я не знаю что означает неважно обращающийся вращающийся так называли чтобы охранять дорогу к дереву жизни к дереву жизни